обувь снимаем вот там спит Будда а там сидит Будда здесь друзья тоже Будда будем подниматься 344 ступеньки наверх в Бангкоке это номер один торговый центр мы на 84 этаже здесь exchange тут же марихуанку продают нужно сюда обязательно приехать и прогуляться пищевое расстройство 5 пакетиков смекты и 10 таблеток как всегда начинается с завтрака это английский breakfast как всегда у меня черный кофе молочко конечно тоже принесли или сливки не знаю Катя заказала мёсли с йогуртом ананасом каким-то вареньем ну как тебе вкусно это ее тематика вот так можно зайти практически в любой храм я даже честно говоря головной убор ужас и ты тоже между прочим обувь снимаем перед входом вот места для обуви есть в принципе ну мы просто разулись и пошли потому что мы буквально на 5 секунд заскочили так как это не наша главная цель вот ну и продолжаем двигаться наш храм который заслуживает внимание любого человека здесь в принципе можно ну прям погулять но я скажу что все буты они похожи между собой то что мы вчера ходили смотрели на золотого вы все равно типа не поймете золото реальное мы попали оказывается в день когда у королевы день рождения везде изображены ее портреты абсолютно то есть на зданиях на аллеях на дорогах а кстати с правой стороны этой аллеи символ демократии то есть изображено точнее олицетворяет этот символ 4 ветви и власти это флотилию это полицию армию ну и суд как это есть на самом деле в таиланде то я бы лучший язык свой прикусил потому что это не нельзя говорить вот такие красивые монументы такие красивые здания вокруг нас находятся мы положились в туристическом районе рядом с каосан роуд каосан роуд всем известна улица как катя вчера прочитала для более такой духовной молодежи доли современной и приличной в общем мы подходим к нашему знаменательному месту это самая высокая точка в бангкоке считается не считая конечно зданий а и боек sky который мы в дальнейшем отправимся тоже но сейчас у нас все-таки храм наконец-то мы прибыли в годы маунт просветиться разуться и внести свою крохотную лепту в виде 50 бат за человека я думал вот там спит буду а там сидит буду здесь друзья тоже буду везде так такого небольшого орошения идет и не так жарко билет кстати подорожал до 100 бат за человека буду фону вы нет пути к ты ту хандрик будем подниматься 344 ступеньки наверх ступе где по одной из легенд хранится частичка будды рыбы тут у нас лавают их можно даже потрогать если вы не боитесь конечно стукнуть большой гонг и тем самым отогнать злых духов надеюсь микрофон не сошел с ума зайти вовнутрь сняв свой головной убор и обойти по кругу но помолиться как вы видите несколько статуй то есть есть некоторые статуи из нефрита нефритовые статуи есть бронзовые якобы золотые может быть действительно золотые я не знаю проверить может точно не проверим мы уже очень много мест и храмов посетили на этой планете земля одно из таких значимых мне кажется мест это именно здесь вот здесь смотрите прям центр центр здесь можно помолиться ну и даже внести пожертвование смотрите друзья сюда можно внести пожертвование и прикоснуться будем придите наконец-то хорошие времена наступи мир на этой планете земля принеси всем благо в дом я не знаю стоит ли говорить аминь но я скажу аминь но подняться совсем практически уже по пологой лесенке такой скромный уютный проход тем самым мы оказываемся прямо у ступы на самом самом верху вот такая красота где повторюсь по легенде есть даже часть воды но панорамный вид действительно с этого места потрясающе ведь отсюда видно и пиксельное здание маха и конечно же знаменитый отель где снимали мальчишник из вегаса в бангкок а с этой стороны виден мост рамы восьмого короля которому было 28 лет которого по одной из версий застрелил собственный брат который правил до рамы 10 на самом деле это не золотой храм как можно изначально подумать из названия из всего вида это место бывший крематорий и здесь кремировали порядка 60 тысяч тайцев то есть мы буквально идем с вами по останкам мертвых людей при выходе из комплекса монастыря то есть можно воспользоваться тук-туком за 200 уехать на тук-туке оба до central world ехать четыре с половиной километра прям под торговым центром такой фудкорт приличный красивый так все аппетитно выглядит правда цены конечно немножко в два раза дороже ну посмотрите какие тут осьминожки и креветки большие рома такой лакшери фудкорт прям очень прикольные красивые такие огромные креветочки очень аппетитно выглядит и хочется скушать смотри какие крабы до сих пор дуриан мы не попробовали нужно это обязательно исправить ракушки кальмары моллюски даже есть разные устрицы даже есть можно устрицу попробовать в бангкоке это номер один торговый центр и вообще банкок считается центром шоппинга называется central world это восьмиэтажный павильон где собраны все все магазинчики и бренды какие-то дешевые магазины фудкорты и так далее у них тут по ходу соревнования какая-то битва шефов и бон результаты интересно интересно мы попали на фестиваль еды и соответственно здесь можно все продегустировать попробуйте приобрести это буду я сама я не буду это пробовать я не знаю чё это такое печенька что-то на крекере да соус мне всегда было интересно путешествовать новые места незнакомые культуры и нигде нет такого ощущения свободы как на заре приключений но когда я оказался в бангкоке столицы тайланда я сразу понял что эта поездка будет особенной встречайте майок скай здание которое восходит над другими строениями словно титан укращающий город своей величественной красотой ажиотаж суеты люди сновались туда и сюда и все вокруг этого здания было сплошным рынком разнообразные лотки заставленные вещами привлекали всеобщее внимание здесь каждый мог найти что-то по душе от сувениров до тканей офигеть у него там маленькие по здание вообще девяносто седьмого года представляете мы сейчас поднимаются поднимаемся на семьдесят седьмой этаж цена одного билета 400 бат человек максимально нормально вот далее мы поднимаемся на самый верх восемьдесят четвертый этаж который здесь есть и спускаемся на восемьдесят третий бар там включено в билете один напиток бесплатный на 77 этаже вот такие вот у нас декорации фото зоны где можно пофотографироваться с таким красивым видом а вон сзади меня виднеется пиксельное здание где еще одна смотровая площадка ну и вообще весь город как на ладони а конечно все такое уже по шарпенькая старенькая грязненькая видно что уже не первой свежести тут все конечно пойдемте на вторую мне это больше всего нравится вот такой вот воздушный шар с которым даже можно сфотографироваться правда не видно вида но сам шар прикольный все декорации они уже повидали жизнь то есть как вы видите все обшарпана что-то трепана максимально ну такое конечно старенькая это все фото зоны ладно есть соответствующая фото зона она будет всегда напоминать старину на русском языке написано смотровая площадка выше как-то так ребят это получается мы на восемьдесят четвертом этаже на трехста четырех метров над уровнем море вы так можете стоять и наслаждаться всем банкоком 360 градусов круто здание само по себе конечно нуждается к сожалению на сегодняшний день в какой-то реконструкции как минимум чтобы хотя бы это все покрасили я не знаю благородили потому что это все настолько старо выглядит к сожалению да действительно этому зданию 27 по моему лет на сегодня если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте меня в комментариях ну и поставьте лайк этому драгоценному месту потому что триста шестьдесят градусов у вас обзор на весь банкок абсолютно радует то что мы тут абсолютно вдвоем это видимо какая-то не распиаренная локация то что людей вообще тут нет мы тупо реально вдвоем на всей смотровой площадке и пробки посмотрите по всему банкоку все стоит весь банкок стоит как раз время 6 часов вечера это самое время 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 ровно 1805 то есть пять минут седьмого площадка остановилась имейте это ввиду для поднятия вам нужно буквально вот минут за 10-20 до остановки подниматься то есть без 26 вот так мы поднялись и насладились полностью этим комфортом этой красотой ну и наблюдаем встречаем sunset соответственно что хотелось бы добавить про банкок вообще это довольно старый город и если когда-то здесь каждый второй мечтал снять фильм тишник вегасе как я привожу в пример но здесь на самом деле очень большого количества фильмов снято было единственная конечно их все не припомню сейчас вот да и она не надо но на сегодня к сожалению строятся новые дома старые они просто нере ну никакой реконструкции ничего не проводится выбрать в баре можно один бесплатный напиток любой получается все популярные напитки в принципе а также можно выбрать что-то из обычных напитков это там ты до из клетки текила там джин еще что-то нужен не сильно крепкий также безалкогольные можно выбрать там что соки как ты коктейли безалкогольные короче говоря это очень круто то что она уходит как бы в стоимость но я скажу вам одно что это здание вообще в целом она ну то есть это один отель с 22 по какой там 74 по моему этажи это и 75 это все один отель где 673 номера располагаются друзья и этот отель входит топ-3 самых высоких отелей этого мира то есть он до сих пор в топе на третьем месте правда а вот так ну и соответственно как бы здесь барчик есть который вы можете когда останавливаетесь в этом отеле боев sky подниматься и пить заказали я мой той катя получаются такие лосом нравится ну классика в принципе я попробую ну и это вообще по сути не просто сходили блять парчик на самом деле ну про просто 40 400 бат за человека дать прийти в бар посидеть с крутым видом на банковке я считаю это ну блин ух нормальный ну и твой я думаю тоже нормальный ну да немножко алкоголя на спина просто сиропчики ну и так далее сок ладно друзья будем отдыхать внизу отеля боев sky соответственно все прям один сплошной рынок все вот в этих лавочках здесь эксчейндж тут же марихуанку продают ганджубасик в общем банков дело в том что сейчас к вечеру народу стало просто катастрофически много они все стоят не то что в очереди за билетами так они там на лифты там нужно получается три пересадки делать естественно людей много потому что они сначала день ездят по всем достопримечательностям храмом локациям и так далее потом едут сюда чтобы хотя бы поставить плюсик в этом место поэтому друзья пишите свои комментарии но наше мнение остается одно неделя в бангкоке вам гарантированно друзья наконец-то мы на пятый день нашего пребывания в таиланде в бангкоке решили прогуляться на знаменитую улицу касан роут вот собственно нулевой километр рока рока вот собственно это бар вы сюда можете по любому не можете а нужно сюда обязательно приехать и прогуляться эта улица идет всего 410 метров это в принципе немного мы рядом с ней живем но гуляем постоянно по второстепенной пойдемте здесь тоже можно покушать купить какой-то кокосик здесь цены я скажу слегка подороже потому что буквально на соседней улице тот же кокос будет можно купить за 30 бат а здесь от 50 то есть я считаю это дорого крокодила можно попробовать можно пинг-понг шоу поучаствовать то есть пинг-понг шоу пусть и пинг-понг шоу это знаете вас девушка писькой стреляют богиной шарики но и тут дорого сна образе этих шоу есть то есть вашим участием вплоть до вашего участием музыка друзья просто скажешь вот куда не мы собственно пришли на нашу вторую улицу где тоже крокодил висит но это уже не хаосом роут мы здесь уже в сторону нашего отеля здесь более спокойно нет такого столпотворения людей потому что не все знают об этой улице и соответственно все думают только кассом роут больше не больше больше которые там просто кошмар вообще меньше девушек легкого вождения на девушке да 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 за девушками на другие улицы мы о них рассказали чуть раньше поэтому в общем купили сейчас в аптеке за 160 бат 5 пакетиков смекты и 10 таблеток получается угля грубо говоря ну по крайней мере выглядит черные такие капсулы нагреть типа по 2 капсулы раз в полчаса пить сейчас будем лечиться животик мой снять в итоге деньги удалось только с моей карты у нас один банк с катей но снять почему-то только удается всегда в основном во всех странах кроме там помню непали только с ее карту удавалось снимать все только с моей ее карту вообще азия не любит он говорит типа у вас по гендерному этому вы девушка у вас не снимается у нас у обоих виза у обоих один банк ну типа да у нее золотая у меня платим а у меня в метро не раз нельзя расплатиться ну видимо типа с платиной ездят по метро поэтому это считается то что мою карту кто-то украл наверное соответственно блокирует понимаешь зашли в японский ресторан пробуем блюдо в японском ресторане что то мы пищевое расстройство ансен взял сырую рыбу да 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 просто сырая рыба и я не знаю такое чувство что лапша тоже какая-то сырая и прочим блин обычно сырая рыба надеюсь я дойду до дома все хорошие принесли добавочку то что у нас непонятно да мы много тут на заказывали мы просто сейчас выбираем то есть все там по 2 по 4 заказали так что сейчас еще принесут выглядит необычно не хочется не снова мне кажется да мясо а ну да прикольно прикольно все вот еще принесли сейчас будем это пробовать тоже темпуру принесли ну скажу про шарики вот про вот эти вот мясные я один засунул в рот сразу думаю сейчас как наемся катер жет потому что это пипец они жирные и невкусные все роллы в принципе а суши роллы все хорошие темпуру давай попробуем ну что вкусно нормалек или вкусно мне кажется это с креветкой просто ну ладно правда оплата в этом заведении а к сожалению только кэшом прощали наш номер люкс ладно друзья увидимся уже непосредственно на футболе а